Девушки отдыхают 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 А мне жаль, что мы вчера не были вместе. Мне тоже жаль. Но в следующий раз обязательно. В следующий раз. Как вы легко об этом говорите, Катенька. Доброе утро. Есть кто-нибудь? Да-да. А, вот вы где. Андрюш, взгляни, пожалуйста, на списки приглашенных. Вдруг я забыла кого-то внести. Что-то у нас дамы в последнее время стали чересчур забывчивые. Атмосфера здесь, что ли, такая. Катя, как ты сегодня? Понятно. Ладно, забегу к тебе попозже, у меня для тебя кое-что есть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дорогая моя, я, конечно, против прессы ничего не имею, но это перебор. О, кстати, совсем забыл. Огромное тебе спасибо за весь прекрасно проведенный подготовительный период. Ой, рано радуетесь, молодой человек, рано радуетесь, говорю вам. Вот поцелуй все и слова благодарности потом, после презентации, если все пройдет удачно. А я охотно, охотно повторю. Только ты уверена, что все эти замечательные фамилии и имена вообще придут? Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Приехали. Приехали? Приехали, да. Тут он, значит, мне руки целуют, слова благодарности, а потом берет и сомневается в моем профессионализме. Да господь с тобой, ты что? Обижаешь? Я? Начальник. Да. Ладно, я пошла. Давай. Извините, Андрей Павлович, простите. Я тихонько. Я тихонько. Я тихонько. Это важно. А, угадай, что я принес? Из банка? Точно, из банки. Из нее самой стеклянной банки, где удобно хранить деньги. Спасибо, друг. Иди. Считай на здоровье. Спасибо. Так, а шарфик? Пожалуйста. Пожалуйста. Шутка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Павлович, я получила письмо из Лойда Морриса. Они готовы дать нам кредит, но нужна ваша расписка. Опять долговая расписка. Сколько можно, Катенька? Чтобы не комода перечислила деньги из зима лета. Для новой коллекции нужны гарантии. Катенька, я уже столько подписал расписок, что вполне можно было бы скомпоновать в толстую книжечку. Давай гляди, количество долгов превысит стоимость компании. Я не настаиваю. Это требование банка. Или у вас появились причины мне не доверять? Я этого не говорил. Вы прекрасно знаете, что вы единственный человек, которому я доверил нашу фирму. И ни разу еще в этом. Что смешно? Любопытно, Катенька, что из моих слов вызвало вашу улыбку? Может быть, мне повторить? Не стоит. У вас проблемы? Ну, может быть, что-то дома случилось? С чего вы сделали такие выводы? Ну, просто вы раньше чаще улыбались. Просто раньше вы меня чаще баловали. Открытками там, всякой ерундой. Так вот в чем дело, Катенька. Нет мне прощения. Я обязательно исправлюсь. Обещай вам. Ну, с того я пошутила, Андрей Павлович. Мне не нужны сюрпризы. Так, номер, номер, номер два. Черт, ерунда какая-то. Какой-то болван это написал. Вы же написали так быстро. Катя, нет. Я не готов. Это не то. Это совсем не та. Не та? Да. Ну, вы знаете, я просто торопился. И написал всякую ерунду. Мне самому, Катя, стыдно. Отдайте, пожалуйста, открыточку. Ну, зачем же стыдиться? Вместе сейчас посмеемся. Катюша. Катя. Вам придется немножечко подождать. Мне надо подумать. Это очень серьезно. Интересно. Да. Хорошо. Тогда подпишите вот это, пожалуйста. Вот это? Пожалуйста, Катя. Прекрасно. А насчет открытки, вы правы. Не стоит спешить. Серьезные слова. Их же нужно выносить. Даже выстрадать. Сыночка, миленький, я сейчас не могу. Ну, мама должна работать. Ну, сыночка. Ну, как зачем? Чтобы тебе и купить что-нибудь вкусненького. И железную дорогу тоже. Тебе привет от дяди Феди, который съел медведя. Привет. Слышишь? Тебе тоже привет. Я тоже по тебе очень соскучилась. Я тебя ужасно люблю. Очень-очень. Целую. Иди сюда хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Как съездили, Кирилл Юрьевна? А тут все те же люди. Все на тех же местах. Впрочем, жизнь вообще однообразная штука. Вы тоже не меняетесь, Роман Митрич. Кирочка. Привет. Привет. А я только что о тебе вспоминала. Ну, как Европа. Пойдем ко мне, я тебе все расскажу. Сейчас, подожди. Я только конфеты заберу. А тут здесь только желающих поживиться за чужой счет. Сейчас. Кирилл Юрьев. А, спасибо большое. Ты чего, Тань? Я, Свет, я, я платочек забыла в курилке. Ты иди, я тебя догоню, ладно? Да, да, хорошо. Я быстро. Да, давай. Ты иди, я, я, я. Я не вижу оркестра. И где ковровая дорожка? Меня что, не ждали? Ждали, друг мой. Еще как ждали. Иди сюда. Вот это я выбрасываю в корзину. Я, конечно, не Лермонтов. И не Гоголь. И уж, конечно, я не Пушкин. Но ты, брат, тоже не Белинский, чтобы вот так вот громить мое творчество. Лермонтов. Спустись на землю, Малина. Это либретто для другой оперы. Что у нас, замена репертуара? Нет. Пьеса все та же. Только вот претендентов на главную роль слишком много. Ты не прошел кастинг? Что я тебе, народный артист, что ли? Я простой. Президент компании. А что случилось? Ты можешь толком объяснить? Ага. Ну, тогда мы сейчас пойдем с тобой в конференц-зал. Я постараюсь держать себя в руках. А там как пойдет. Щадить я тебя, конечно, не буду. Так что смерть твоя будет тяжелая. Но быстрая. Пойдем. Короче, эту ночь я провел один. На вечеринку мы пришли вместе. А потом все полетело к черту. Опять ты флиртовал со всеми подряд. Как ты посмел вообще? У тебя этих моделей, этих вешалок, полный гардероб. Они сами на тебя кидаются. А Пушкарева она уникальна, понимаешь? Она неповторима. Ты променял антиквариат на ширпотреб. Не я променял. А кто? Она. Пушкарева флиртовала с моделями? Да мне дурно. Дайте мне воды. Мне не до смеха. Она меня поменяла на другого. Что значит поменяла? Кто ей вообще разрешил? Мы товар назад не принимаем. Что такое? Попробуй с трех раз догадаться, кого она притащила на вечеринку и с кем потом пошла в ресторан. Вот только не надо сейчас говорить, что имя этого несчастного Николай Зорькин. Да я не говорю, ты сам сказал. И не ошибся. Да, еще звонили из магазина в Северной галерее. Ну, что у них там? Я же звонила перед отъездом. Все было в порядке. Да ничего страшного, Кира Юрьевна. У них там коллекции расходятся просто на ура, и они хотят сделать дозакон. Да ты что, правда? Ну, созвонись тогда с ними. Пускай они подъезжают, мы все для них подготовим. Хорошо, Кира Юрьевна. А могу идти? Амур, а это тебя. Ой, спасибо большое, спасибо. Подруга, давай рассказывай, что здесь происходит? Кира, все ужасно. У меня забрали машину. Я вот думаю, что люди могут сделать из-за трех тысяч долларов. Вика, я уже это слышала. Уже слышала, мне интересно. Ты сама в этом виновата. Сколько раз я тебе говорила, деньги любят счет. Ты отказываешься в это верить. Кира, ну нельзя так с людьми поступать. Слушай, а ты мне не одолжишь, а... Вика, давай сменим тему. Лучше расскажи мне, как здесь Данова сменяется. Как, как? Нормально. У меня же машина на месте. Ну все, хватит о машинах, мне надоело. Скажи, с кем он был на вечеринке? Да ни с кем он не был. Бегал за своей Пушкаревой. Ну это обычное дело, она всегда за ним носится. Да нет, как раз наоборот. Она от него пряталась, а потом вообще убежала. Знаешь, с кем? С кем? С Николаем Зорькиным. Да ты что, правда? Да, я его первый раз там увидела. Зорькин, Зорькин. Ну и расскажи мне, как этот Зорькин выглядит? Да ты знаешь, они с Пушкаревой просто как рабочие колхозницы. В общем, ботаники в очках. Как колхозницы, рабочие или ботаники? Ой, Кирочка, не в этом дело. А дело знаешь в чем? В том, что в нем не хватает, как вон, лоска. Вот кого не хватает-то. Ну, Викуся, знаешь, многие люди, которые ворочат миллионами, не обращают внимания, как они выглядят. Им что, времени не хватает? Нам в психологии не понять. А очень хочется. Виктория, о чем мы мечтаем? Спустись на землю. Знаешь, о чем я думаю? О чем? А может быть, мне достанется Маленький семинерчик. Из Праги-то. Видел бы ты этого Зорькина. Пугало в очках и в дешевом костюме. А что ты хотел? Он и должен быть таким. Два сапога и оба левые. Ну, я ведь не похож на сапог. А внешний нет. Почему она меня променяла? Променять! Ночь со мной! На ужин с пугалом. Спокойно. То релакс. Ой, господи. Неравный обмен. Что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Слушай, так, подожди. Вариант, что она была голодная, мы отметаем сразу. С негодованием. Может быть, она решила проверить твои чувства? Ну да, конечно. Она ведь у нас девушка со странностями. Одним словом. Ушкарева. Ты же подсунула идиотскую открытку. Надо же думать, что писать. Надо продумать разные варианты. Значит, я каждую открытку должен в трех вариантах писать? Почему в трех? Ну как же. Первый вариант. Оптимистический. В смысле, любовь до совета акционеров. Второй вариант. Если она тебя бросит. Ну и... Третий вариант. Если ты ее. Нужно тонко написать. Искренне. Ну, типа, я переживаю. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Не в первый раз. Но нужно что-нибудь эдакое. Особенное. Я промучился всю ночь без сна. Где ты, мое снотворное? В смысле, я все время думал с кем-то. Вот. Ну, примерно в этом направлении, только не так пошло. Господи. Ну, почему же она променяла меня на Зорькина? Баня Зимолета, слушаю вас. Алло, Екатерина. Здравствуйте. У меня для вас хорошие новости. Ллойд Моррис перевел нам деньги. Вот. Скажи, пожалуйста, ты сразу с ними расстанешься? Или хочешь побыть какое-то время миллионершей? Лучше прямо сейчас. А то еще привыкну. Я сегодня у Жданова подписала еще одну долговую расписку. И он это сделал. А ты физическую силу применяла? Пошло себе срокоприкладство. Правда, сейчас я готова на все. Коля, ты не понимаешь, на что способны эти люди ради того, чтобы вернуть компанию. Во что еще они могут нас втянуть? Послушай, пожалуйста, не надо меня пугать. И сама не заводись. У нас на них целый компромат. Они не отвертятся. Пожалуйста, поскорь его. Приезжай лучше ко мне. Ты где? Я выбираю машину. И я, кажется, нашел то, что нам нужно. Пиши адрес. Потому что без тебя я на такой подвиг не решусь. Хорошо. Жди меня до встречи. Ну, вот и все. Читайте и наслаждайтесь. Только особо не заморачивайся, потому что в отношениях, извиняюсь за выражение между влюбленными, должна быть эдакая легкость. Так сказать, ветерок. Пол царства бы отдал за то, чтобы ты оказался на моем месте, родной. Дружище, мечтать будем потом. Сейчас нужно действовать, потому что мы не знаем, что замышляет этот Зорькин. Но что бы он там ни планировал, мы должны быть на шаг впереди. Жалею, что не были вместе этой ночью. Мечтаю о новой ночи. Хочу тебя. Брец к сольно-забоченному идиота. Вот так вот. Ну и для кого этот скромный презент, если не секрет? Для одного очень хорошего мальчика, который порадовал меня своим поведением. Да уж, порадовал. Ни за одной юбкой не таскался? Немного ж тебе надо, подруга. Кто съел мою конфету? Я не поняла, что она ест? Нет, милая, это вопрос. Ну, наверное, сама съела и забыла. Да она в помойке твоей конфеты давно валяется. Мам народ, а? Вчера машину из-под носа умыкнули, сегодня конфету. Я не удивлюсь, если завтра зима лет прямо из-под носа умыкнут. Хорошо, хоть не у меня. А за некоторыми личностями, которые сидят на диете, глаз да глаз нужен. Кира, ты вернулась. А ты что, не видел Драмана? Или, может быть, ты мне не рад? Я просто счастлив тебя видеть. Ты великолепно выглядишь. Просто потрясающе. Смотри, что я тебя привела. Ой, а что это? Милый, как жаль, что ты с нами не поехала. Они нас принимали просто замечательно. Помещение для магазина великолепное. А именно поэтому ты такая счастливая, да? Нет. Я счастливая, потому что у меня есть ты. А ты просто чудо. Кира, Кирочка, Кирочка, подожди. Я не могу ждать. Не могу. Я ждала все эти ночи. Я все время о тебе думала. Там, Кирочка, любимая моя. Там. Катя. 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 А я о Катике-то совсем забыла, представляешь? Хотя ты прав. Пора. Пора мне свыкнуться с мыслью, что Кать есть везде. Действуй. Ну, ты преувеличиваешь, Кир. Сегодня я тебе обещаю, ночью мы будем вдвоем. Да ты что? Да. И Катя не спрячется нигде в шкафу. Ну что, она же не специализируется. Она сидит только в холодильнике. Да, я забыла, что она тебе познакомила со своим женихом. А ты откуда знаешь? Я прочитала в утренней газете. Кирочка, мне кажется, я догадываюсь. Мама. Мне кажется, я догадываюсь, что это за утренняя газетка, и кто там главный редактор. Это уже знаменитая сплетница Виктория Клочкого. Клочкого? Клочкого. А что там еще интересного в этой замечательной газетке? Там было написано, что... Что Жданов... Как? Вел себя замечательно. Никто был с ним рядом не замечен. Кроме Пушкаревой. А Кушкаревой я, милая, тебя не ревнула. Ну вот и зря. А ее жених тут же увел ее с вечеринки. Тут. Как она вообще умудрилась я с ним познакомить? Вообще не понимаю. Прям удивительно. А что ты так смеешься? Говорят, что он ее клон, только противоположного полу. Ну, брюка. Очкарик с дурным вкусом не уверенна в себе и без всякого лоска. Как много-ного я от тебя узнаю. Приезжай почаще, Кирюш, пожалуйста. А его я вообще, я даже не помню, в чем он родился. Ладно, ладно. Мы не будем о нем говорить. Я даже не обратил на него никакого ни малейшего внимания. Я даже не обратил на него никакого ни малейшего внимания. Я не дождал. Да. О, Милочка, ты уже здесь, дорогая. Здравствуй, прости. Я даже ни с кем не успела поздороваться. Все понимаю, все понимаю. Не мешаю, ухожу. Да. Ну, ладно, милая, мне вообще тоже надо эти вот эти. Ну, ладно. Катюш, у меня к тебе важное дело, даже два. Смотри, вот это нужно включить в бюджет показа. Что это? Ну, мы пригласили двух иностранцев, представителей крупных западных компаний. Надо бы их разместить в хорошем отеле. Я займусь этим сегодня. Как ты? Терпи, мам. Значит так. Возьми вот это. Возьми, возьми. Зажги. И не гаси в течение дня. Поняла? И не спрашивай, зачем это так надо. Это поможет тебе успокоиться, сосредоточиться. Ну что, мне кажется, ты вообще уже плохо понимаешь, что происходит. Да как, с работой расправляешься? Я не знаю. Я уже ничего не понимаю. Я очень хочу что-то изменить в своей жизни. Может быть, все-таки уволиться. Катя, не говори глупости, а? Не надо принимать скорополицейных решений. Потерпи немножко. Все придет в норму. Держи. Зажги свечку. Поняла? Поняла? Зажги в яухе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это... Вам. Вот. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Тебе не грустно от этого? Я много думаю о тебе и надеюсь, мы снова будем вместе. Не отталкивай меня. Прошу. Я очень по тебе скучаю. Твой А. Андрей Валович, я ухожу обедать. Я вам больше не нужна. Пока. Нет. Нет, Катенька. Можете идти. Прекрасно. Да, я совсем забыла. Спасибо вам за открытку. Очень проникновенно. Хотя мне жаль, что вы не дали мне посмотреть предыдущую. Мне было любопытно сравнить. Ну что вы, Катенька, я же не писатель, чтобы демонстрировать свои опсы. Да. Но мне все равно уже. Екатерина! Как дела? Как дела? Катенька! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то случилось? Все в порядке. Ты ничего не заметил? Не то слово. Слушай, а что происходит с нашей тихоней? Мне показалось, что она мне сейчас врежет по голове. Может, Катю подменили? На кого? То-то и оно не на кого. Она у нас единственный экземпляр. Что-то не так. И это настораживает. Да-да-да. Она на меня так пронзительно посмотрела. Меня даже в боку закололо. И это от голода. Думаешь? А тогда пойдем пообедаем и... Давай-ка все обсудим. Пошли. Ну, Кать, наконец-то. Ты вовремя. Мы сейчас бы уехали. А я говорила, надо было за Катей зайти. А вы все дела у нее, дела. Есть-то человеку все равно нужно. Я с вами не пойду. Так. О, опять останешься голодная, да? У меня другие планы. Так, подожди-ка. У меня с тобой есть йогурт. Вот. Кампина. Там все только натуральное. И вкусно. Я каждый день ею. Девочки, ура! Наконец-то Панчита перестанет держать корову на балконе. Спасибо. Я после обеда обязательно съем. Что? После какого обеда? Как? То есть ты просто с нами не идешь на обед, а идешь с кем-то другим? Ой. О, по-моему, мы теряем Катю. Она все дальше отдаляется, отдаляется. Что с нами будет? Я вообще не понимаю. Девочки, меня Коля пригласил. Он так неожиданно позвонил. Сказал, что хочет сделать сюрприз. Сюрприз? Предложение руки и сердца. Угадала? Ну, я не знаю, не знаю. Я не спрашивала. Ну, может быть, у вас какая-нибудь дата серьезная? Да нет, вроде. Ой, я не знаю. И гадать не хочу. Я потом все расскажу. Ой. Ну, что скажешь? Ничего не понимаю. Но, чувствую, ситуация выходит из-под контроля. Да. Похоже, этот Зорькин всерьез решил заняться Пушкаревой. Угу. Ну, это ужасно, Жданов. Угу. Это ужасно. Кстати, ты ей открытку отдал. Естественно. Она уже прочитала. Понравилась. Не ухмыляйся и не гордись. Я сам написал. А твое безобразие никому показывать нельзя. Ты лифт вызвал? Я лифт вызвал. А почему не едет? Я откуда знаю. Слушай, Жданов, вообще, я тебе хочу сказать так. Вот по-дружески. Если ты когда-нибудь получишь Нобелевскую премию в области литературы, это все равно не значит, что Пушкарева выберет тебя. А ты ей что-то наобещал? Да ничего особенного. Так, мечты о романтической ночи. Ерунда. А ты мечтаешь? Ну, приходится. А что мне еще остается делать? Сплошные проблемы. Сегодня Кира приехал. Ладно, что-нибудь придумаем. О, кстати, Киру я могу взять на себя. Ты лифт вызвал? Я лифт вызвал! Больше всего меня бесит, что она постоянно крутит этим Николаем перед моим носом. Как назло. Ты ревнуешь, что ли? Мне просто обидно. Ты можешь себе представить, чтобы Кира променяла меня на такого придурка? Я что, писатель-фантаст, чтобы до такого додуматься? Почему лифт не едет? А я откуда знаю? Так, ну что происходит? Ты о лифте? Я о Кате. Почему он так делает? Я не понимаю. Пушкарева! Пушкарева, 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 ну-ка иди-ка сюда. Прошу. Коля. Заходи, заходи. Так. Посмотри, какая красавица. Как тебе наша будущая собственность? С ума сойти. Это же целое состояние. Кстати, сколько? Дорого. Согласен, дорого. Но мы можем себе это позволить. Правда, послушай, можем себе позволить. Но даже и в крайнем случае мы возьмем кредит на три года. Мы сможем это все оплатить. Правда. Но у нас же есть головы на плечах, а? И в головах не пусто. Ну, ты согласна? Я не... Ну, подожди, почему? Ну, что? Почему ты не согласна? Я не знаю. Ну что, тебе не нравится, что ли? Да нравится мне, конечно. Но... Коля, мы не можем себе позволить. Это слишком уж шикарно для нас. Так, здравствуйте, приехали. А почему мы не можем быть шикарными? Да, раньше мы ездили на троллейбусах и были под статьям. Такие же грязные и некрасивые. Шучу. Но сейчас... Сейчас. У нас есть стимул измениться. Денег жалко. Да на эти деньги можно выпустить еще одну коллекцию зима-лета. И вообще, это не наши деньги. Подожди, подожди. Ты ошибаешься, дорогая. Деньги, между прочим, зарабатываю я. Я играл на бирже. А твой Андрей за последнее время палец о палец не ударил. Так что, почему мы не можем потратить эти деньги, а? Мы можем. Можем. Можем подобрать тебе что-нибудь поскромнее. Здесь есть... А тебе что? Скажи мне честно, тебе правда не хочется перед ними шикарнуть? Так? Зачем? А ты не понимаешь, почему они с тобой так поступили? Потому что ты не такая, как они. Ну ты представь себе, просто представь их лица, когда ты приедешь на такую шахарную машину. Да у них глаза на лоб вылезут. Они дар речи потеряют. И в конце концов, подлецов надо наказывать. Да, и пусть они, пусть они знают, что побеждают всегда те, у кого есть мозги, а не те, у кого есть деньги. Деньги-то это дело наживное. Неужели тебе не хочется доказать им это? Решай сама. Теперь наша судьба в твоих руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова